Звёздный завтрак на Радио Шансон Звёздная народная артистка наших сердец Ой, спасибо большое Всем здравствуйте Так вы меня встретили, спасибо Нет, давай с самого начала Потому что мы тебя любим на самом деле Я вас тоже очень люблю Как получилось, что ты на метро приехала? Ну я очень часто езжу на метро Для меня это нормальное явление Как люди реагируют, когда видят звезду с собой в одном вагоне? Обычно пугаются, конечно Особенно с утра, если меня увидят Я хочу с самого начала признаться в любви Ну в любви к тебе я признавался неоднократно В любви к твоему инстаграму А я тут хотела сказать об этом Я его полюбил с недавних пор Почему? Он нам показывал несколько раз одно и то же видео Когда Рады ходил Куда он ходил? К гастролей, планетарей А на детской площадке в Магадане меня видели? Нет А на чердаке моего дома А на крышу я лазила Но репортажи, пожалуйста, прямо наберите в поисковике Рада Рай Инстаграм все выйдет Это незабываемое Спасибо Надо подписываться, потому что это действительно интересно И запоминающееся Я даже Волочко позову говорю Волочко, хватит уже ноги поднимать Смотри, что Рада делает Делай то же самое Поезжай в Магадан На детскую площадку Давайте с самого начала начнем Расскажи, как проснулись Ой, с трудом С трудом, конечно Не мое время пол шестого утра вставать Ну, а ложишься во сколько? Ну, вот вчера легла в пол первого Сегодня уже там То есть ты смотрела матч Спартак-Марибор, по всей видимости? Нет, не смотрела Что ж тогда заставило тебя так поздно лететь? На звезды смотрела Да нет, ну, читала, как обычно Читала? Что читала? Ой, я сейчас читаю Умберто Эка У меня осталось две его непрочитанные книги Я их оставила специально на потом Потому что он умер и уже ничего не напишет А я его очень люблю Все остальное прочитано Ну и, в общем А тут не удержалась и, в общем, начала Рада, вот скажи, у тебя хорошая память? Несмотря на что Ну, вот, допустим, смотри Я читаю книги, да, через год-два Я забываю вообще совершенно, что там было Сюжетная линия? Да-да-да И начинаю читать заново Ну, нет, я помню основную, как бы Основной текст Кто убийца, ты помнишь, когда начинаешь читать? Да, но я не читаю детективы А Умберто Эка, он о чем больше пишет? Ну, кстати, у него, а вот у него, кстати, есть детективы Ну, у него же такое все там замороченное Философское? И это тоже, да Он же занимался этим Он же профессор, во-первых, Болонского университета был Но ты же заканчивала как раз тоже Болонский университет А, ну да, конечно Так, и что? Ну, и он специализируется на Средневековье А, тебе нравится Средневековье? В его исполнении, да Он это все, ну, это такие, читаешь Умберто Эка и сразу энциклопедическими познаниями, как бы, сразу загружаешь свой мозг Ты представляешь, мы пару месяцев назад как раз думали на тему того, вот попасть бы в настоящее Средневековье Я думал, мы умрем от запахов через 40 секунд или еще часик продержимся Я об этом не думала А я всегда об этом думаю Давайте-ка мы сначала подумаем о том, что нам нужно выпустить рекламу Друзья, если у вас есть вопросы к Раде, пишите Плюс семьдесят девять, девять пять пять, сто три ноль Вайбер, ватсап, смс Работают Звездный завтрак на Радио Шансон Десять часов и шестнадцать минут столицы в Звездном завтраке у нас сегодня Рада Рай Что ты показываешь? Путешествие 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 Да, кстати, опять Глядя на Инстаграм, понимаешь, что Рада очень много путешествий Рада дома почти не бывает Я не бываю, почему? Твое самое запоминающееся путешествие в 2017 году? На свою родину, на Колыму Это было очень круто Я проехала почти всю Колыму На поезде? Там нет поездов На самолете? Что там есть? На машине, на самолетах, Сусуман Хорошие дороги, если на машине ели? Нет, там дорог нет, там направление Асфальт заканчивается Где-то в городе В городе То есть это только джипы, сафари, вот такие автомобили, да? Ну да, то есть вот так вот едешь и так семнадцать часов Скажи, пожалуйста Семнадцать Ну а мне понравилось Ну это самый длинный маршрут, тут мы ехали семнадцать часов, хотя всего пятьсот километров Ну ты любишь что такое, экстремальное, необычное Вот ты выносливый человек Абсолютно Ты не капризная Не Я наоборот, мне чем экстремальнее, тем мне больше нравится Кто бы мог подумать? Слушай, а пешие туры ты не рассматриваешь тогда? Гастрольные это в смысле? Да, да, взяла палки для скандинавской ходьбы Взяла проводника Федора Конюхова Да я-то легко, но просто Если бы не надо было тащить чемоданы, инструменты, аппаратуру А рабы тебе на что? Ну А не для других целей Эти рабы Вопросы, кстати говоря, уже приходят для Рады Доброе утро, Радио Шансо Здравствуй, Рада Как здорово, что вы в прямом эфире У меня такой вопрос Может, Рада подскажет, как не сворачивать со своего пути Идти своей дорогой Ведь столько соблазнов вокруг Иногда меня уводит в сторону Возвращаться тяжело Заранее спасибо Нет, смотря какая цель Если цель та, к которой всю жизнь стремишься То ты с нее никак не свернешь Ну А какая у тебя цель? У меня? Да Завоевать мир или нет? Или поработить? Или поработить? Захватить вселенную Нет, просто хорошо работать Чтобы через 20 лет, когда я посмотрю назад Мне было не стыдно, скажем так За свой творческий путь Ну тоже хороший, между прочим Тогда у тебя в доме висят 28 платиновых дисков Было бы неплохо И 28 статуэток шансон года Да, и не надо задумываться вообще Пенсия будет или нет Потому что каждая статуэтка стоит А, ну ладно, мы не будем сейчас об этом говорить Стоимость статуэток не будем раскрывать Расскажи, к слову, о путешествиях, о работе Ты действительно путешествуешь много И выступаешь на абсолютно разных площадках Запомнилась ли тебе какая-нибудь площадка Которая была совершенно непригодна для выступлений Но ты дала там концерт Может быть, среди оленеводов Якутии Где-нибудь на подмостках Знаете, такая площадка у меня была Она, в принципе, подходила для выступления Единственное, что в момент выступления На Камчатке это поселок Эсса Я уже это рассказывала Ну, еще раз расскажу Все было нормально Там площадка небольшая Но жить можно Пока не началось землетрясение Пока не отключили свет Потому что упала опорная башня И во всем поселке отключили свет Но мы выкрутились без позвучки Прямо вот так Без рупора Вот как есть Акустику дали Да, просто без микрофонов Без подключенных гитар Как есть, так и это Ну, рад молодец Только режиссер включил свой фонарик У него болтается Направил на меня Я в луче света В блестящем плачке Какая была романтика Это было красиво Люди были довольны Никто не требовал Я вам скажу Что это был концерт Вообще один из лучших Потому что это было неожиданно Спонтанно И было круто В дальнейшем Не было мыслей Специально отрубать С электричества в ДК Чтобы повторить Успех того концерта Нет Больше не экспериментировали Специально не стоит это делать Хорошо, друзья Друзья, прервемся на рекламу Плюс 799-955-1030 Вайбер, Ватсап, СМС Ждут ваших вопросов 1027 в Москве У нас Рада Рай в гостях В Звездном Завтраке Мы с ней общаемся Задаем ей свои вопросы Задаем ей вопросы Которые присылаете вы На Вайбер, Ватсап, СМС Плюс 7909-955-103 и 0 До рекламы Мы начали говорить о том Что хотелось бы Через 20 лет Обнаружить Что жизнь прожита не зря Жизнь была интересная И жить не стыдно Да, конечно Подожди, а обычную жизнь Ты бы хотел недостойно По-другому, что ли? Нет В смысле 20 лет Маловато для обычной Я про творческую 20 лет творческой жизни Для того, чтобы действительно Было чем гордиться В плане творчества Необходимо работать над этим И каждый год Знакомить слушателей С каким-то новым Интересным материалом Как двигается работа в этом направлении? Что-то новое, интересное Пишется, сочиняется, исполняется? Пишется, сочиняется, исполняется В процессе сейчас Работаем над новым альбомом Я надеюсь, его уже К ноябрю В ноябре, там Может быть, декабре Выпустить Есть даже название Для нового альбома Или пока все еще в рабочем Есть название Будет называться Все скажет музыка за нас Это по названию песни Которая тоже войдет в этот альбом Все ли песни уже готовы? Нет, не все Есть еще какие-то Еще в процессе Несколько еще записываем Записываем То есть уже, в принципе Альбом намечен Сформирован, да Будут ли какие-то дуэты Интересные на альбоме Или все исполнено только тобой? Вот я пока еще не знаю Что я буду включать Буду ли я включать какие-то дуэты Наверное, буду Но, скорее всего, это будет Тогда не один дуэт Потому что у меня за этот год Было несколько дуэтов Да расскажи о них А с Леонсией Юрденко У меня был дуэт Потом у меня был дуэт С алисткой ансамбля ИЛО Наташа Бузулева Ну, это тоже цыганская исполнительница Тоже из известной династии Как и Леонсия То есть вы цыгане любите Друг с другом записывать дуэты С Александром Марцинкевичем Есть ли у тебя дуэт? Пока нет Но ты знаешь, знакома с его творчеством? Конечно Хотела бы с Сашей спеть? Ну, я бы не отказалась в любом случае Потому что, ну, надо же держаться вместе Радочка, скажи А вот, например, с Леонсией Когда вы записывали дуэт После записи Бывает такое, что у тебя могут пропасть Золотые сережки Ну, что вы такое говорите? Вы цыгане загадочные Это знаменитая дочь Знаменитая династия Великого, легендарного отца Она умела должна это делать А вы видели, что она в голосе натворила? Она же сейчас на проекте «Голос» Это же гениально, феерично Я ее послушала Я ее каждый раз, когда слышу Мне хочется с музыкой завязать Честное слово Просто у меня такое чувство Что я занимаюсь не своим делом Ты почему предбедняешься? Я не предбедняюсь Она так поет Она великая певица Ты знаешь, я предлагаю прямо сейчас Послушать твое новое творение Буквально, наверное, пару слов Пусть Леонсия Ирденко Сейчас мы ей позвоним Пусть она сделает погромче И пусть ей теперь будет завидно Леонсия, если можно Сядь в кресло, которое разворачивается Ну что вы такое И повернись Понравится тебе Понравится или не понравится Итак, представляем новую песню Рада Рай Начинай Если полюблю Все Авторов назову обязательно Рашид Киямов Сергей Леонтьев Это одни из моих любимых авторов Практически основные мои авторы Песня войдет в новый альбом Обязательно Тогда, друзья, слушаем премьера На радиошансон Рада Рай Если полюблю В самое ближайшее время Мы поигрываем в 5 секунд Поэтому звоните 2-2-3-5-5-5-0 Код города 495 Звездный завтрак На радиошансон Столичное время 10 часов 35 минут Друзья, если вы хотите Поиграть вместе с Радой Рай В игру 5 секунд Можете звонить 2-2-3-5-5-5-0 Код города 495 Пока мы будем принимать Ваши звоночки Можем попытать Нашу дорогую Раду Звездной пилоткой Итак Звездная пилотка Все очень просто Звездные Я помню эту пилотку Мы поменяли вопросы Специально для тебя Специально для тебя Мы изменили все вопросы Ну, ты доверяешь мне доставать Самому? Да Тем более, что Ты же понимаешь, что я Ничего не подставлюсь Да, да, да В следующей жизни Я хотела бы стать Ой, я не знаю Это очень сложно С утра Мне такие вопросы Ну, давай подумаем Пойдем не спеша Простым логическим ходом Ну Давай Человеком Собачкой Человеком Человеком Либо не человеком Мужчиной Женщиной Мужчиной Мужчиной Хотела бы стать мужчиной Да Какой профессии Ты видишь Мужчиной? Ну ладно Физиком-ядерщиком Серьезно? Да То есть вот абсолютно серьезно То есть сидеть где-нибудь В подмосковном Откуда ты знаешь В подмосковном? Может быть где-нибудь Где этот Ближайший Ну короче Как Эйнштейн Я хочу Вот так Чтобы сделать Какое-нибудь Великое открытие Которое перевернет Всю науку Даст ей новый виток В развитии Я не раз слышу Что Франкенштейн? Франкенштейном Хочет стать Эйнштейн А, Эйнштейн Может даже не ядерщиком Просто Физиком Физиком-теоретиком А лучше астрофизиком Вот Да Я давно тебе говорил Надо быть астрофизиком А ты пока Не мужчиной А ты ешь все подряд И ты гастрофизиком Так дальше у нас Когда я слышу Фальшивое пение Коллега Коллега Не просто фальшивое Коллега Что ты делаешь? Вот ты говоришь Я ничего не делаю Я просто молча Про себя Немножко сочувствую Сопереживаю Потому что Всякое бывает А не уходишь Быстрее Нет конечно С первого ряда Ну это не причина Ну что вы Зачем человека обижать А бывает такое Что ты вот такая скромная Сидишь Смотришь как они поют А внутри такая рада Ха-ха-ха-ха И это Нет Я никогда не злорадствую Не ну что вы У меня это вообще не свойственно Наоборот Я всегда переживаю Ой вот тут вот Чуть-чуть Ну ничего страшного Ну ладно Ты молодец Я бы спела дуэтом С Вот здесь можно кстати фантазировать Фантазировать А здесь может список огромный вообще Кто первый Кто первый в этом списке Самый может недоступный какой-нибудь Давайте самым недоступный Стинг Со Стингом А что бы спела Многие кстати Слушай многие Многие Да Что бы спела Ты хотела бы чтобы Стинг спел С тобой твою песню Или ты бы спела Нет не мою Моей песне ему абсолютно Ничего делать Шейпин Майнхартан Пойдем для Шейпин Вот это бы я спела Ой Группа Пались Пались Хорошо идем дальше Я бы хотела поцеловать Вы меня уже это спрашиваете Я уже в прошлый раз говорила Что Эйнштейна Но в этот раз скажу Стинга Да Слушай это говорит о чем О том что мы не поменяли вопросы Мы их не поменяли Мы только что ради достали старый пилот И Стинг никуда не делся И Эйнштейн там так и остался Все на месте Хорошо дальше Постоянство признак мастерства Согласен Когда я не получаю желаемого Я Я добиваюсь и довожу до того Чтобы получить желаемое Кого доводишь? Откружающих? Ну как-то само вот складываю Пытаюсь сложить ситуацию таким образом Чтобы все таки получить То есть ты хитрая? Нет Я просто настойчивая Опять все хорошо Настойчивая Настырная Настырная кстати Хорошее качество Если прям совсем невозможно Я конечно не буду упираться там С ума сходить А вот ситуация Вот идет саундчек Твой концерт Технически тебя все не устраивает Ты дашь крепкого словца Чтобы наконец-то заработать? Нет Это вообще не моя проблема А проблема звукорежиссера Если звукорежиссер И он всегда делает Чтобы все устраивало Вот мы сейчас представим Что звукорежиссер Который сейчас с тобой работает Он каким-то причинам По техническим причинам Не смог присутствовать на концерте Отстроить звук Прислали какого-то молодого парня Который не может отстроить звук Не получается Будешь ли ты выступать Пока идеального звучания В любом случае буду выступать Слишком долго ковыряться Мы там не будем Потому что всегда есть Люди Которые могут подсказать И помочь на месте В моем коллективе То есть это говорит о том Что звукорежиссер В принципе Не нужен Не нужная профессия Спасибо большое Любой может стать звукорежиссером Так Радочка Спасибо тебе большое Нет уже все Спасибо Ну последний давай Ну нет у нас времени Последний смешной Давай Обещаю Самая глупая ситуация В которую я попадала Я не смогу ее зазвучить Потому что это ужасно Она реально глупая Давай вне эфира Сейчас мы рекламу послушаем Как раз таки Хорошо Вне эфира расскажи Давай запускай свою рекламу Звездный завтрак На радио шансон 10.46 в Москве Друзья Сейчас время поиграть Немножечки У нас есть замечательная игра Которая называется 5 секунд Объяснять правила игры Радиослушателям Я думаю Бесполезно Потому что Все и так ее замечательно знают А вот ради рай Мы скажем в двух словах Что смысл игры В том что Нужно отвечать Очень быстро И уложиться в 5 секунд Назвать 3 чего-то Того что перечислит Леонид Леонид Игра да В первую очередь на реакцию Давайте познакомьтесь У меня реакция сейчас Медленная Я еще сплю Ничего страшного Будет веселее игра Вячеслав у нас на линии Добрый Влетел Вячеслав Вячеслав видимо тоже Видимо Вячеслав тоже Решил немножечко вздримануть А может быть закончились деньги На мобильном телефоне Так бывает Вячеслав если вы нас слышите Сейчас не занимайте линию Мы попытаемся с вами связаться Леонид уже набирает Ваш номер телефона А рад готовиться отвечать Вот интересно Арат Вот если тебе сказать На что мы будем играть Реакция у тебя Ускорится Или замедлится Не знаю Адреналин обычно помогает тебе Сконцентрироваться Или расслабиться Видите я даже на этот вопрос Отвести не могу Вообще ты волнуешься часто Или нет Когда выступаешь Волнуешься Ну в некоторой мере Но без фото Волнение помогает тебе петь Или нет Петь помогает Все значит Волнение тебе поможет И выиграть Вячеслав видимо испугался Испугался Теперь даже трубки не берет Да ты что Да Что у нас никого нет Куда я Нет есть теперь Иван Иван доброе утро Доброе утро Иван вы опытный игрок Отвечаем быстро Ну уже пробовал Уже пробовали да Давайте Две минуты у нас на игру Поэтому отвечаем в степени Давайте Иван тогда начнет первым Рада посмотрит Давай все поехали Иван назовите Три любых несъедобных гриба Мухомор Паганка Сыроежка Сыроежка Съедобная абсолютно Как же так Не получилось Получить бал Рада Назови пожалуйста Три любых созвездия Орион Южный крест Медведица Молодец Вот это уверенная Молодая победа Иван Идем дальше Назовите три любые песни Любови Успенской Первая Кабриолет Карусель К единственному А я вижу что Не получается Понятно Так рада Так рада Назови три любых транспортных средства Для катания в парках Самокат Велосипед Ролики Молодец Даже гироскутер Даже гироскутер мы забыли А говорит у меня реакция плохая Иван Вы же ветеран этой игры Мне казалось Идем дальше Нет еще Назовите три любых струнных инструмента Гитара Балалай Добра Добра Нормально Добра Сравни Рада Рая Можно Рая Назови пожалуйста Три любых ингредиента Французских духов Жасмин Тубероза Витивер Ну на самом деле Любой может быть Во французских духах Мы думали там будет Хотя бы спирт Вода Из того что мы знаем И слышали Ну ладно Для чего их многие покупают Спирт же там есть А в этом смысле Я думала вы про ноты Пирамиду Так Иван Назовите пожалуйста Трех любых Отрицательных персонажей В русских сказках Бабьяга Кощей Бессмертный И Змей Корыныч Молодец Молодец Вот Вот это уже нормальная игра Три-два Рада Назови трех любых Знаменитых Мужчин-блондинов Брэд Питт Раз Еще Александр Малинин Дмитрий Харатьян Да их миллион Дальше Дальше Иван Назовите трех Любых знаменитых цыган Будулай Раз Рада Рада Рай Нет Рада из фильма Будулай Рада Рай И Рада из фильма Рада Ну и последний вопрос Сейчас ты можешь Уделать Ивана Со счетом 4-2 Пока 3-2 А ну-ка А ну-ка Назови три Любых повода Для радости Дети Замужество Отдых Молодец 4-2 Рада Рай Победила Ивана Поздравляем Звездный завтрак Ближайший Ты так испугалась Сразу Я не испугалась Просто я как раз О творчестве Не очень люблю говорить Не любишь? Почему? А вот все артисты Ну сколько можно Об этом говорить? Ну как это? Одно и то же Я уже сказала Вот альбом пишем Не знаю Альбом? Подожди Ну а выступления какие-то? Ну ждут же тебя люди Вот они спрашивают Мы сейчас формируем Как раз Новый тур Осенний Вот сейчас А я ничего не могу Про это сказать Потому что вся информация У директора Секундочку А ты что Не участвуешь В формировании Этого тура? Ну когда он будет Сформирован Я сразу начну В нем участвовать А у тебя Какие пожелания? Да подожди Вот тебя разве не спрашивают Ты хотел бы поехать Туда или туда? Может быть ты скажешь Я вот туда категорически Не поеду Потому что это Нет такого места Потому что это Пхеньян А я не хочу там выступать Ну например Пхеньян? Да не знаю Или в Токио я не поеду Что я забыла в Токио? Ну конечно Или в Сингапуре Я везде поеду Везде Конечно Может быть там Ким Чиным приглашает Один рождение С удовольствием Поедешь? Да какая мне разница Куда? Господи Слушай вообще Без страшно Если был бы у слушателей Я всегда везде поеду Ну кроме кстати Кроме одного места Но я наверное Не стоит об этом сейчас говорить Почему? Нет уж давай Рассказывай Ну давай говори Ой не буду Нет ну есть такое место Ладно хорошо Пусть это будет Маленьким секретом твоим Ты когда сказал Что ты не принимаешь Участие в этом Понятно что Директор и менеджер Могут принимать участие В том чтобы составить Список городов А вот творческая часть Она на ком С трек-лист Какая песня будет Из какого альбома Как ты откроешь Тоже все директор делает Нет Это уже наше Это мы с музыкантами Вместе сами Есть какие-то песни У многих артистов Они прям не скрывают Есть песни Которые им поднадоели Они на концертах Их не поют Сами устали Участие такие песни Есть Отпускала в небо Например Хотя я ее люблю Но я ее сейчас Стараюсь петь пореже Потому что она уже Перешла в разряд Такого автоматизма И уже не выдается То эмоциональное Как бы то что должно Выдаваться Поэтому я в таком случае Откладываю Это вот нет Вот пока еще нет То есть она тебе не надоедает Вообще нет Молодец Так и еще Я что-то хотел спросить Что ты хотел спросить А я хотел спросить Да Очень короткий вопрос Вот смотри Директор составил Расписание городов А ты понимаешь Что ты не можешь Работать каждый день Две недели подряд Тебе нужно просто отдыхать Да Поэтому он делает Три через один Три через один Вот я хотел спросить Есть ли такой график Когда ты четко Должна сказать Здесь я отдыхаю Ребята Он это сам знает Три через один работаем Три концерта Один отдых Или все-таки Один концерт Три дня Три дня работаем День отдыхаем А хорошо Понятно Ну в общем-то Пора заканчивать Друзья Давайте прощаться Да Радочка Несколько приятных слов Слушателям Своим поклонникам И нам конечно Всем спасибо огромное За внимание За вопросы За игру Спасибо Ивану И вам спасибо Дорогие ведущие Всегда с радостью К вам прихожу Всем успехов Процветания Благополучия Приходи еще Спасибо Спасибо дорогая Рая Раиса Ну что ты говоришь До новых встреч Пока-пока